Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы приветствуем вас в легендарном Центре подготовки космонавтов в первый календарный день весны. У всех хорошее настроение, наверное, еще потому, что рядом с нами замечательные экипажи, основные дублирующие. И пресс-конференция будет посвящена старту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-25», который запланирован на 21 марта 2024 года. Корабль доставит на Международную космическую станцию двух членов экипажа экспедиции «Посещение» П-21 и одного члена экипажа американского сегмента экспедиции МКС-71. Продолжительность полета российских членов экипажа и белорусской составит 12 суток. Наши мероприятия проходят в очном формате совместно с Госкорпорацией «Роскосмос». С записью видеоконференции можно будет ознакомиться на сайте Центра подготовки космонавтов, а также на YouTube-канале Центра. Пожалуйста, присоединяйтесь. И я с удовольствием представляю тех, кому в скором времени предстоит работать на борту Международной космической станции. Итак, члены основного экипажа. Герой России, командир транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-25», командир экспедиции «Посещение-21», космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий. Участница космического полета экспедиции «Посещение-21» Марина Василевская, Республика Беларусь. Бортинженер-2 транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-25», бортинженер МКС-71, астронавт НАСА Трейси Дайсон. И представляет членов дублирующего экипажа. Космонавт «Роскосмоса», герой России, командир корабля «Союз МС» Иван Вагнер. Участница космического полета экспедиции «Посещение-21» Анастасия Ленкова, Республика Беларусь. Бортинженер-2 корабля «Союз МС», бортинженер МКС, астронавт НАСА Дональд Петтит. В пресс-конференции нам помогают переводчики ЦПК Дарья Миненко и Анна Рогова. Ну и теперь с вашего разрешения мы сразу переходим к ответам на вопросы. Поднимайте, пожалуйста, руку, представляйтесь, вам передадут микрофон. У меня вопрос к Марине Василевской, такой, телеканал «Беларусь-1», «Минск-Беларусь». Марина, обращаюсь, наверное, к вам практически как к коллеге. Знаю, что вы прошли некие курсы, умеете уже и фотографировать, и у вас такая образовательная функция еще будет. Что хотите щелкнуть с МКС? Какой может быть город, населенный пункт? Потому что знаем, что Олег Новицкий, он всегда нас радует такими снимками. Может быть, есть у вас какие-то такие определенные планы? Ну и что после полета может быть к нам в ряды журналистов? Спасибо за хороший вопрос. Я хотела бы сфотографировать, конечно, нашу республику Беларусь, очень красивую, добрую, мирную страну, город Минск и все города Беларуси, конечно. А по поводу будущего, журналистам себя видите или какие планы? Журналистам себя не вижу. Я хотела бы во благо нашей страны, так как я нахожусь в основном экипаже для полета в космос, и я думаю, что мне будет чем поделиться с нашим народом. Спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста. Да, Светлана. Светлана Корульская, общенациональное телевидение Беларуси. У меня вопрос к Олегу Викторовичу. Предполетная подготовка завершена, но вас ждет еще предстартовая подготовка на Байконуре. Что вы будете там делать? Поменяется ли она как-то из-за того, что миссия ваша такая достаточно короткая, и все-таки это экспедиция посещения? В общем, что мы сможем оттуда увидеть? Спасибо. Спасибо за вопрос. В принципе, предстартовая подготовка не будет отличаться от предыдущих, потому что есть перечень мероприятий, которые проводятся на каждом этапе. Это будут выполняться две примерки. Будут выполняться мероприятия по тренировке вестибулярного аппарата, встреча с вашими коллегами, естественно, посадка деревьев. Поэтому в этом отношении мы приведем довольно такую штатную процедуру двухнедельную по пристартовой подготовке. Я хотела уточнить, может быть, девочки знают, какие деревья они будут сажать, или это не ваш выбор, то, что предложат? Такой информацией мы не владеем. Но я надеюсь, это будет что-то такое женское, как береза. Командир расскажет, что там сажают в основном, потому что на Байконуре суровый климат. Я еще хочу сказать, что мы объявили конкурс в социальных сетях Центра подготовки космонавтов, и на пришло очень-очень много вопросов. И мы, самое интересное, зададим в процессе пресс-конференции, все подписчики могут послушать ответы на свои вопросы, я уже сказала, на YouTube-канале. И мы начнем задавать, если сейчас от журналистов не будет вопросов, мы перейдем к вопросам подписчиков. Есть вопросы у журналистов? Есть? Нет. Да, руки поднимаем, потому что я не вижу никого, вот чтобы… Так, сейчас, секундочку. Добрый день. Меня зовут Мария, я из газеты СБ «Беларусь» сегодня, белорусской. Хотела бы задать вопрос Олегу Новицкому, подскажите, пожалуйста, вы в космосе такой бывалый человек, и вы белорус, хотела бы у вас уточнить, может быть, вы видите какие-то интересные варианты развития полета в космос для Беларуси, может быть, нашей стране стоило бы провести в космосе какой-нибудь эксперимент, или отправить еще какого-нибудь специалиста. Какие векторы развития для нашей страны именно в космосе вы видите? Ну, про эксперименты может рассказать Марина Васильевская, она их очень много будет выполнять, а направление взаимодействия, ну, наверное, хотелось бы все-таки, чтобы граждане Беларуси могли спокойно проходить подготовку к космическим миссиям, цельной подготовки космонавтов, потому что у нас сейчас только граждане России может быть космонавтом, вот. И в этом плане, я думаю, главы государства могут найти какое-то компромиссное решение, чтобы убрать вот небольшую границу и совместно готовиться к космическим миссиям. Олег Викторович, продолжение этого вопроса. Подскажите, пожалуйста, а с российской стороны какие эксперименты будут проводиться в эту краткострочную миссию? Работы, эксперименты? Честно говоря, поскольку полет очень короткий, то большую часть времени я буду заниматься укладкой возвращаемого оборудования, переносом ложементов, носимого аварийного оборудования, вот. Помогать Марине при выполнении каких-то экспериментов, где нужно участие второго человека, вот. И, соответственно, в свободное время наверняка буду фотографировать, чтобы порадовать наших зрителей, слушателей, подписчиков. Ну, наставником вы и там будете, я так понимаю, не только здесь, но и там. Ну, там есть наставник. Спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста. Да. У меня вопрос к Анастасии, и он будет таким. Есть примеры, есть такие случаи, когда дублирующий экипаж становится основным, либо кто-то, у вас прекрасный есть пример, рассказывал ли вам Иван Вагнер, делился ли с вами, как настраиваете себя и снился ли вам космос, может быть, уже. Спасибо за вопрос. Да, космос периодически снится. Иван, да, рассказывал про свой опыт космический. Я, конечно, я хочу полететь, но в первую очередь я буду также радоваться за основной экипаж, так как, казалось бы, полет небольшой по длительности, но это действительно очень большой шаг для нашей страны в развитии нас в космической сфере. Поэтому я также буду разделять радость, как и все белорусы. Спасибо большое. Да, следующий вопрос. Добрый день. Константин Герцов, телекомпания «Ства Беларусь». Вопрос к вам, наши белорусские девушки. Анастасия, Марина, наверное, в курсе, что, допустим, тут же Петр Климук отправился в свой первый полет, будучи дублером. Вот если так упадет карта, и, Анастасия, отправитесь на старт вы, вы вообще к этому готовы морально? Я имею в виду не физическое состояние, мы ответы специалистов знаем, а вот именно морально. И, Марина, если так случится, как вы отнесетесь к этому, остановитесь ли вы на этой точке или все-таки будете еще пробовать? Для того мы дублируем, чтобы иметь возможность при какой-либо ситуации заменить основной экипаж. Поэтому, конечно, морально мы все готовы, мы для этого здесь и находимся, и для этого сюда пришли. И передаю вопрос. Я скажу так, мне предоставлена очень высокая честь быть в основном экипаже. И, конечно, если сложится так, что придется лететь дублирующему экипажу, я приму это достойно. Но я уверена, что все будет по плану, и полетит основной экипаж в полном нашем составе, так как мы очень хорошо подготовлены, мы прошли подготовку, и у меня очень опытный экипаж. Профессионалы своего дела, поэтому я надеюсь, что все получится по плану. Спасибо большое. Спасибо большое. Из подписчиков, от пользователей социальных сетей вопрос для Трэйси Дайсон и для Дональда Петта. Как долго вы ждали своего первого полета? Оправдано ли было это ожидание? И как отреагировали ваши родные, когда узнали, что вы подали заявку на поступление в отряд астронавтов? Да, конечно, космические полеты того стоят, и ожидания тоже. Потому что космические полеты ни с чем не сравнятся, и полеты на Международную космическую станцию, они как раз доказывают то, как многого может добиться совместная работа и команда. Как родные отреагировали? Семья тоже разделила мое радостное возбуждение по этому поводу, но все мы были шокированы, когда узнали, что меня отобрали. Теперь Дон нам расскажет о том, сколько он ждал своего первого полета на МКС. Как вы думаете, что вы делаете для вашего первого полета на МКС? Ну, мой первый полета на МКС was в 2002, Экспедития 6, с Кен Бауэрс-Окс и Николай Бу-Дарин. Мы launched на МКС-Шуттл, Эндэвер, СТС-1-13, Мой первый космический полет состоялся в 2002 году. Это была экспедиция 6 на МКС. Я полетел на корабле Space Shuttle Эндэвер в экспедиции СТС-113. И я ждал этого полета и тренировался перед ним 6 лет. А как родные отреагировали, когда узнали, что выпадали? Сначала они мне не поверили, когда я подал заявление на вступление в отель от астронавтов, но потом они были рады. Такой же самый вопрос задают и участницам космического полета. Как ваши родные отреагировали, когда вы сказали, что вы поедете на подготовку в звездный городок в Россию? Родные отреагировали положительно, потому что они давно знали мои желания искренне. Поэтому поддерживали меня всячески и поддерживают. Мои родные и близкие также поддерживают меня. Они были очень счастливы принять эту информацию, что судьба дала мне такой шанс полетать выше, чем 10 тысяч метров, так как я работала бортпроводником в авиакомпании «Белавиа». И я даже не представляла, что меня ждет что-то еще выше. Я очень счастлива этому. Спасибо большое. Журналисты, пожалуйста, кто из вас будет задавать вопрос? Да, пожалуйста, Светлана. Вы не выключайте микрофон. Обычно, когда женщины становятся участницами космического полета, всех интересуют такие женские штучки. В багаж космонавта можно взять не так много вещей, но есть такой интерес все-таки. Дамы есть дамы. Например, вот про коллегу Олега Новицкого, Паги Уитсон, всегда ходили слухи, что она с собой на МКС берет туфельку. И туфелька у нее там действительно была, которую подарил ей именно Олег. Так вот, девочки, в свой багаж что-то такое сугубо женское будут брать? К сожалению, косметику нельзя брать на борт Международной космической станции, но в медицинской укладке официально есть пудра. Поэтому думаю, что мне этого будет достаточно. Я вот думаю над этим вопросом, и не приходит мне в голову ничего из моих личных вещей, что относилось бы непосредственно к женским штучкам. Но у меня точно будет косметика, которую нам предоставляет НАСА, ну и как любой другой женщине. Как вы заметили, Олегу Новицкому в этот раз опять повезло. Он с Юлей Пересильд летал, теперь у него еще... Косметик у меня неверен будет. Не берете, да? Ну, тоже использовали. И тогда, Олега, скажите, пожалуйста, вот во время подготовки чему вы научили свою белорусскую участницу космического полета? Чему так умному? Каким штучкам профессиональным? Ну, специально, наверное, не учили ничему. Марина прошла очень хороший пульс подготовки, причем она выполняла обязанности, скажем так, выходящие за рамки тех действий, которые их должна была выполнять. То есть она, в принципе, полноценно работала как бортинженер наравне с тресси. То есть они обе мне отлично помогали, включая комплексные результационные тренировки. Поэтому я очень рад, что кругозор, он намного шире, чем был определен, скажем так, программой подготовки. А для вас что-то было новое в этом подготовке? У вас не первый полет. Вы знаете, как по накатанной идет вот этот весь процесс подготовки, но что-то новенькое было. Все-таки у вас две женщины в экипаже. Чего не было раньше? Девушки. Девушки. Что-то новенькое было? Может быть, приходилось себя сдерживать, если что-то не так делали они там? Иногда приходилось сдерживать речь свою. На самом деле, особенность подготовки в том, что один человек должен управлять кораблем без бортинженера. У меня был опыт выполнения, скажем, посадки с экипажем, который снимал проект «Вызов». Опыта выведения в полетах станции не было. Поэтому в этом плане, конечно, подготовка немного отличается, и приходится больше акцентировать внимание на какие-то вещи, которые раньше можно было разделить с бортинженером. Спасибо большое. И вот спрашивают наши подписчики, а есть ли у вас фраза, которую вы повторяете чаще всего во время подготовки, или фраза «Девиз по жизни»? Ваша какая-нибудь есть? Нет, у меня таких фраз нет. А девиза тоже нет? Ну, у каждого, наверное, есть какие-то свои девизы. Мне, допустим, нравится девиз наших воздушно-десантных войск. Никто, кроме нас. И я думаю, что он нам вполне подходит. Все. Спасибо большое. Есть еще вопросы какие-то? Да, пожалуйста, передайте микрофон. А, нет, вот сзади, а потом вам. Добрый день, Эдуард Пивар, агентство «Белта». У меня, наверное, вопрос к Новицкому. Здравствуйте. Олег, сейчас непростые времена переживают отношения между США и Россией и Белоруссией. И так случилось, что у нас интернациональный экипаж. Насколько влияет политика на взаимоотношения в экипаже? Или у вас табу на политические темы, и вы на эти темы не разговариваете? Ну, я считаю, в принципе, некорректно за такие вопросы. Это первое. Второе. У нас есть кодекс поведения космонавтов. Мы никогда не судим, допустим, о религии другого человека. Мы не лезем к ним в семью. Мы не лезем в политику. Мы профессионалы. У нас есть программа полета, которую мы выполняем. У нас каждый человек на станции зависит друг от друга. Потому что при какой-то аварийной ситуации мы не будем ставить какие-то границы и за это не помогать кому-то. Мы готовимся вместе. Мы друзьями являемся и на станции, и после выполнения полета. А если есть какие-то политические вопросы, они должны решаться не в космосе, а именно политиками. Мы выполняем просто свою работу, выполняем хорошо. Можно считать, что космонавты – это амбассадоры мира. А теперь Ивану Вагнеру, который немножечко у нас тут загрустил. Вам тоже есть вопрос. Так как ваш полет состоялся, так скажем, внезапно, не ожидая, что вы полетите, вы были дублером, и тут раз вы полетели. Скажите, пожалуйста, какие бы советы вы дали другим космонавтам, которые готовятся к своему первому полету на МКС? Вот которые сейчас есть в отряде, достаточно долго они готовятся. Да, мы полетели, но не то чтобы внезапно, мы все-таки собирались лететь через полгода, то есть перейти из дублеров в основную и лететь через полгода. Поэтому, да, технически мы с командиром и с Крисом Кеси, мы были готовы технически, но этот вот момент, когда ты планируешь все свои дела в течение следующих полугода решить здесь на земле, чтобы улететь на полгода на станцию, об этом никто не говорил. Эту часть подготовки никто не рассказывал. И когда вот на сдаче госэкзаменов случилось так, что мы перешли в основной экипаж, и полтора месяца здесь как раз первая волна коронавируса подходила, нас сразу на изоляцию посадили, то приходилось все, что я планировал, следующие полгода сделать какие-то бытовые вопросы решить, и их приходилось решать на изоляции по телефону и в ближайшие там пару недель. Вот поэтому совет быть готовым все-таки и в этой части тоже. То есть понимать, что вдруг что-то случится, да, надо быть готовым не только технически, но и так, чтобы вот все вопросы были закрыты здесь на земле. Ну или, по крайней мере, как-то отложены, могли быть отложены. Внимание, совет от опытного космонавта. А вот теперь детский вопрос для основного экипажа. Задает Евсеева Мирослава, 7 лет, из Подмосковья. Я знаю, что в космосе вы будете заниматься исследованиями. А будет ли у вас время для веселья? Как вы будете веселиться там? Как мы будем веселиться? Марина, скажем, будем танцевать там. Да. Стихи были, песни были. Поэтому нам придется исполнить танец. Я надеюсь, командир меня поддержит. Так как я занималась бальными танцами, думаю, что у нас получится. Хотя в невесомости... В невесомости это будет сделать непросто. Приглашайте Тресси, мне кажется, у вас там классно все получится. Экипаж поддерживает, поэтому исполним. Марина, вот смотрите, тоже вам вопрос один задали. Вот наш космонавт Константин Борисов, который там находится на станции, периодически показывает эпизоды из жизни на МКС, в том числе и как на станции готовят борщ. А планируете ли вы удивить экипаж каким-нибудь национальным блюдом? Ну, естественно, специально подготовленным для условий МКС. Конечно, я буду снимать, фотографировать жизнь на станции и все, что будет происходить, потому что это уникальный опыт и очень ценный для нас, для белорусов, для нашего народа. Я думаю, всем будет очень приятно и интересно посмотреть, как проходит жизнь на МКС. Я бы очень хотела угостить членов МКС, экипажа, нашими национальными блюдами, но, к сожалению, туда мы ничего не можем завести. Поэтому по возвращению на Землю я приглашаю всех членов экипажа, и трейси, в том числе, в нашу родную, мирную, любимую Беларусь. Спасибо большое. И угостите их. Национальным блюдом. Дряниками. Так, значит, про вкусовые пристрастия мы уже выяснили. Как веселиться там тоже будут, мы выяснили. А вот у меня такой вопрос, опять же, от подписчиков социальных сетей. Скажите, пожалуйста, вот за время подготовки вы заметили какие-нибудь изменения в своем теле и физические возможности у вас как-то изменились? И вы ожидали такого от своего организма? Я скажу про себя. Я знала, что я сильная, стойкая. Но такие испытания, которые проходили мы в Центре подготовки космонавтов, конечно, я не ожидала от себя такого. Это центрифуга, очень сильное воздействие на организм, перегрузки. Вестибулярный аппарат проверяли также. Но я все прошла достойно. И горжусь собой, что я могу это все преодолеть и выдержать. Поэтому все пошло на пользу. Олег Викторович, ну и у всех, конечно, вопрос. Журналисты не задают, потому что, я говорю, давайте, это будет не первый вопрос. Какой талисман вы берете с собой? Индикатор невесомости какой будет? Индикатор невесомости – это будет мягкая маленькая игрушка. Без конкретики? Без конкретики, пускай даже загадка будет. Так, мы объявляем конкурс. Кто угадает? Да, угадайте, что это будет, какой индикатор невесомости будет у экипажа Олега Нарисова. Тому Марина Драник сделает. Так, еще у вас, у вас есть, да, пожалуйста, давайте вот еще два вопроса, да. Я вам разрешаю, да, задать вопрос. Да, конечно. Олег Викторович, Иван Викторович, вопросы к вам. Вопрос. Когда вы в первый раз увидели своих белорусских подопечных, был ли у вас такой, знаете, глубокий, тяжелый вздох и вопрос, за что мне такое счастье? Ну, был только не с такой интонацией. За что мне такое счастье? На самом деле, я думаю, мы обрадовались, и я, и вам. То есть, это приятно, когда достойные люди представляют достойно свою страну. И наверняка выбор был одобрен руководителем государства, то есть не просто так. И к нам на подготовку приехали, наверное, достойнейшие и лучшие люди. Думаю, да, выбор действительно достойный, и никаких таких вздохов не было, тем более, что финальную часть отбора, я так понимаю, да, проходили здесь, в ЦПК, и мы уже видели, видели наших будущих членов экипажей, поэтому таких точно вздохов не было. Была только радость здесь, да. Спасибо большое. Да, пожалуйста. У меня вопрос тоже к коллегу Викторовичу. Не секрет ни для кого, что здоровье, оно очень важно. Вот в этот период важно не заболеть, поэтому будет такой долгий карантин. И при этом все мы, белорусы, по крайней мере, точно видели и знаем рецепт антиковидного салата, который называется «Молодость, молодость». Расскажите, готовили ли вы его уже, может, для своего экипажа, для своих коллег? Ну, с учетом того, что всем важно быть здоровыми в этот непростой период, и можно ли этот салат будет повторить на МКС? Ну, рецепт салата, я думаю, посмотреть невозможно, потому что салат готовил президент Республики Беларусь. И даже, наверное, это будет неэтично его как-то повторять, потому что салат, который приготовил Александр Григорьевич, действительно был очень вкусный, очень натуральный. И я надеюсь, что мы после полета еще попробуем. А что будете готовить на МКС, может быть, расскажете? Какие ваши любимые блюда там? Ну, готовить нам особо некогда, потому что у нас будет штатный 16-сучный рацион питания. Там есть несколько видов первых блюд на выбор, вторые блюда, есть какие-то закуски. И, честно говоря, там не до гурманских каких-то изысков будет, потому что у нас очень короткая экспедиция, и очень много нужно сделать. Олег Викторович, вот 12 дней – это все-таки достаточно короткий срок для того, чтобы адаптироваться на станции. Скажите, пожалуйста, есть какие-то сейчас лайфхаки или в процессе подготовки здесь на Земле настолько тренируется вестибулярный аппарат, что там будет очень легко адаптироваться за этот короткий срок? Ну, каждый человек надо адаптироваться по-своему. У нас есть средства профилактики, которые космонавты используют после прилета на станцию. Со своей стороны, хочу сказать, что когда ты прилетаешь туда уже не первый раз, то организм каждый раз все быстрее перестраивается. То есть он как-то вспоминает состояние невесомости, реакцию организма, и приносить его очень легко. Первый раз, да, какие-то нюансы будут, но я думаю, Марина с ними справится, потому что действительно очень короткий полет, а сделать, как я говорил, нужно очень много. Спасибо большое. И планируете ли вы все рассказывать о своем полете, ну, где-то в социальных сетях писать, или потом вы приедете, будете рассказывать, ездить по организациям, встречи проводить с общественностью? Я думаю, нам придется это делать после полета, потому что у нас на период короткой экспедиции не будет компьютеров поддержки экипажа. Соответственно, вести соцсети нам не получится. И есть еще вопросы у журналистов? Я заключительный вопрос задам членам экипажа. Психологически к старту экипаж настраивается с помощью музыки, которая звучит перед стартом. Какие песни вы выбрали? У каждого своя какая-то песня, плейлист вы составляли? Или все-таки какая-то общая на всех будет песня еще? Я пока песню не выбрала для того, чтобы в Союзе ее на старте слушать, но через недельку со мной свяжитесь. Хорошо, это значит, на следующей пресс-конференции на Байконуре мы зададим этот вопрос. Марина, Олег, вы думали над своим плейлистом? Да, я уже подготовила песни, которые будут звучать на стартовой подготовке. Это, конечно, про Беларусь. Я не буду называть название, чтобы это тоже было. Это второй конкурс будет уже. Какая песня будет звучать у Марины в плейлисте? Наши белорусские песни, конечно, чтобы вот эта вот ностальгия нашей родине, о нашей стране, она успокоит. Потому что все равно, как ни крути, конечно, переживания будут. И я надеюсь, что вот это вот прям превознесет нас с хорошим настроением к старту. Я надеюсь, что за период нахождения в корабле до старта я успею прослушать три песни выбранных. Одна из них будет точно День Победы, одна белорусская и одна какая-нибудь военная. Скорее всего, авиационная. Я уже в конце. Драники мы не можем вам передать. Мы хотим поблагодарить вас от лица Беларуси, от всех белорусских журналистов за космос, которые вы нам подарили, которые вы нам дарите, еще подарите. Я хочу передать вам вкус Беларуси, чтобы девочки вспомнили, Олег Викторович, наш белорусский шоколад, а Тресси, Дональд и Иван просто попробовали и почувствовали на вкус. И подсластили себе последнее крайнее. Нет, мы туда не переходим. Не перед стартом. Я исправилась. На уголочек положите там, пожалуйста. Вот там. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, видите, у нас оказывается не только возвышенная, но и на вкусной ноте мы заканчиваем нашу пресс-конференцию. И хочу напомнить, что традиционные мероприятия для экипажей, посещение кабинета Юрия Алексеевича Гагарина в музее ЦПК, поездка на Красную площадь запланированы на 4 марта, на понедельник. А вылет на Байконур для прохождения предстартовой подготовки состоится 6 марта из Центра подготовки космонавтов. Мы благодарим всех участников пресс-конференции, благодарим экипажа за развернутые ответы, за интересные вопросы журналистов. И думаем, что на основе этих ответов мы объявим два конкурса в социальных сетях. Следите, пожалуйста, за нашими, будьте подписчиками наших социальных сетей. И, глядишь, может быть, выиграет какую-то фотографию с автографом Олег Викторович? Да? Выиграет? Те, кто гадают, какой будет талисман. Но если не выиграет, мы так подпишем. Там подпишите. Все, замечательно. Желаем вам удачного полета, а вам большое спасибо и до новых встреч. Спасибо. Можно я сейчас сказать? Да, конечно, Марина. Я хотела сказать, что мне предоставлена большая честь быть в основном экипаже на полет на Международную космическую станцию первого белорусского космонавта. И заслуга в этом, конечно, наших президентов. Это президенты Республики Беларусь и президенты Российской Федерации. Так как по поручению наших глав государства, Национальная академия науки, корпорация Роскосмоса, на самом высоком уровне обеспечили реализацию этого проекта. И научная программа, я уверена, будет выполнена в полном объеме. И я буду очень стараться выполнить все задачи, которые поставлены, которые доверила мне моя страна. И уверена, что все результаты научных экспериментов дадут высокий импульс нашей стране, Республике Беларусь, для научных достижений и вершин. Спасибо. Да, уважаемые коллеги, мы присутствуем действительно при знаменательном событии. Мы только потом, через какое-то время, будем вспоминать это и понимать, насколько это грандиозно. Спасибо всем большое и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.